Добрый день, дорогие друзья! Как всегда, напоминаю, что вместе мы сила отставить панику, отставить негатив, отставить грусть и всепропальшество. Сегодня мы поговорим о том, что нам делать, особенно в контексте того, что произошло вчера на суде Николая Платошкина. Становится понятно, что власть боится. Если они боятся, это значит, что мы представляем силу, который сами еще не чувствуем и не осознаем. Казалось бы, голосование по поправкам Конституции – все, оно позади. Но нет, давление на оппозицию только нарастает. Значит, все дело идет к тому, что осенью у нас будет мощнейшее протестное голосование. На едином дне голосования 13 сентября, это уже заранее известно, что пройдут выборы губернаторов, региональных парламентов, муниципальных собраний, городских собраний, мэров городов и так далее. Первое действие, друзья, после просмотра этого ролика первым делом. Можете даже сейчас на паузу поставить, открыть новую вкладку в интернете или зайти в браузер и посмотреть. В вашем регионе, откуда вы меня смотрите, у вас будут какие-то выборы? Какие выборы? Какого уровня? Кто будут кандидаты, если уже они известны? Они во многих регионах уже известны. Подумайте и готовимся участвовать в этом всем. Кроме того, после 13 сентября много идет разговоров, и с каждым днем их становится только все больше и больше, о возможных досрочных выборах в Госдуму. Потому что если у нас выборы в Госдуму пройдут через полтора года, через два года, а кризис мировой будет все усиливаться и усиливаться, «Единую Россию» не то, что никто не выберет. У нас будет такой социальный взрыв, что никакая «Единая Россия» просто физически не переживет этого. Это мое личное субъективное мнение. Поэтому их задача сейчас провести досрочное голосование именно в Государственную Думу как можно скорее. И тоже они боятся, дико боятся оппозиции. Что же оппозиция может и должна сделать, чтобы победить? В чем наша сила? Друзья, первое. Первое, о чем нужно делать. Мы должны подготовиться и принять участие на выборах и 13 сентября, и на выборах в Государственную Думу в качестве первых агитаторов. Чтобы быть агитатором, не требуется специальная подготовка, не требуется проходить курсов. Если вы смотрите мой канал, еще какие-то любые другие политические каналы, например, Коли Бондаренко, вы знаете там что-то про КПРФ, или вы наоборот представитель либералов и смотрите каналы Максима Каца или кого-то еще, вы примерно представляете, какие политические лозунги, какие идеи, какие концепции, какое отношение к реформам, к последним событиям в стране есть в той или иной политической силе. Поэтому вам в нужный момент раздадут агитационные материалы, листовки, газеты, плакаты. Вы будете их просто раздавать и общаться с людьми, которые проходят мимо. Сможете ответить на их вопросы. Вы замечательный агитатор. Более того, то, к чему я всегда призываю, то, для чего они нужны, ни листовки, ни газеты, никакие агитационные печатные материалы, работа через интернет. Работа кропотливая, вдумчивая, постепенная. Это очень нужно нам, это очень важно. Интернет сейчас одолевает все остальные источники информации. Он позволяет найти своих бывших одноклассников, однокурсников, сослуживцев, коллег, кого угодно, пообщаться с ними и донести до них свою позицию. Особенно это люди часто, которые живут с вами в одном регионе, которые должны прийти на голосование или, может быть, и не собираются приходить. А вы их можете туда призывать, чтобы они проголосовали. Значит, первое, это агитация. Второе, это стать наблюдателями на выборах. Наблюдатели на выборах, это люди, которые предварительно обращаются в политическую партию, в КПРФ, в Справедливая Россия, в ЛДПР, даже в Единой России, и Яблочники, и всякие там многочисленные другие организации, они устраивают подготовку наблюдателей. То есть, перед голосованием вы пишете туда и говорите, я хочу стать наблюдателем на выборах. Вас записывают, оформляют. Некоторые партии даже за это какую-то денежку платят, несколько тысяч рублей. Потом в какой-то момент вас приглашают на обучение. В ходе обучения несколько дней подряд, иногда это не подряд дни идут, иногда это просто два выходных дня, вы слушаете лекции, вам рассказывают, какие бывают нарушения, какие вбросы, не вбросы, подтасовки, фальсификация результатов, вот это все вы изучаете. Потом в день голосования вы идете на избирательный участок, следите, чтобы там было все хорошо. Эта собака меня зовет. Вон она. Кора! Кора! В общем, наблюдатели, они следят за тем, чтобы выборы прошли честно, без подтасовок и фальсификаций. Значит, дальше, дальше. Агитаторы, наблюдатели. Друзья, во многих регионах выборы пройдут самый низший уровень, муниципальный, условно говоря. Подумайте, возможно, кто-то из вас еще всерьез об этом не думал, может быть, вам самим стать муниципальным депутатом. Это возможно. Это не очень тяжело. Это небольшая ответственность, небольшая нагрузка. Часто это должности без оплаты. И самое главное, выборы самого низшего уровня, муниципальные, они почти никогда не подделываются. Их реже всего фальсифицируют. Поэтому, если вы станете кандидатом в депутаты, а для этого нужно тоже не так уж много, вы просто пишете письмо в КПРФ или в «Справедливую Россию», более-менее нормальной партии, и говорите, я хочу на ближайших выборах стать муниципальным депутатом, у меня примерно такая-то вот биография, такое-то вот образование, я собираюсь проводить агитацию, я думаю, у меня есть шансы победить. И вполне возможно, что эта партия примет вас в свой список. То есть вы не обязательно должны быть членом КПРФ или «Справедливой России», но они включают вас в список, помогают вам оформить документы, их юристы к вашим услугам, они могут вам бесплатно напечатать часть агитационных материалов, то есть помощь какая-то оказывается, вы пытаетесь тоже организовать агитацию и через интернет, и агитацию разносом газет, листовок и так далее, и в результате, может быть, вы станете депутатом хотя бы муниципальным, это уже хорошее начало. Значит, дальше, чего они боятся? Вот сегодня нового журналиста арестовали, который раньше работал в «Ведомостях» и в «Коммерсанте». Песков два года назад в одном из интервью сказал про этого журналиста, это один из самых талантливых, честных журналистов наших, причем отец этого журналиста тоже знал Пескова и брал интервью у Путина, а потом выпал из окна, это вот отец его, сам этот журналист сейчас, вот его арестовали, то есть что там вообще творится? Они боятся очень правды, потому что чем ближе выборы, что будет сейчас делать «Единая Россия»? «Единая Россия», во-первых, она будет организовать массу спойлеров, например, партия «Прилепина» за правду, партия «Племенника Путина» сейчас появилась, партия всякая КПСС, коммунистическая партия социальной справедливости, в общем, партии, которые не позволяют людям сделать выбор, то есть они отвлекают внимание «Ой, я пенсионер, может быть, мне стоит проголосовать за партию пенсионеров?» Наверное, партия пенсионеров, она очень хорошо заботится будет именно о таких, как я, а на самом деле партия пенсионеров это просто название, которое ничего хорошего для пенсионеров не делает. Мы очень рады такому общению. Красавчик. Значит, дальше, дальше. Эти партии-спойлеры нужно изо всех сил грамотно, что называется, мочить. Я надеюсь, что когда я буду делать такие ролики, будем громить эти партии, особенно если в вашем регионе, в вашем городе, в вашей области выдвигается губернатор, спойлеры, депутаты, именно от таких партий, от партий-спойлеры, то есть просто для отвлечения внимания, вы будете активно делать репосты и писать комментарии под этими видео. Надо вот эту информацию, это слуги Единой России, слуги Кремля, надо максимально их мочить, надо их долбать. Сама Единая Россия будет делать вид, что вот эта вся пенсионная реформа, поднятие налогов, поднятие цен на бензин, цен на ЖКХ, все, что в плохой стране происходит, это не про них. Наша задача каждую неделю напоминать, что это, черт возьми, эти люди портят вашу жизнь. Не дать забыть о том, что это такое, про весь негатив напоминать, обязательно. Кроме того, они будут раздувать позитив о том, какие у них есть хорошие дела, о том, как они раздают продукты во время коронавируса, о том, как они помогают детям, которые чем-то больны, и куча всяких добрых дел от Единой России. То есть, это просто информационная работа. И они именно сейчас арестовывают, задерживают журналистов. И Платошкина за то же продлили ему домашний арест. Чтобы, не дай бог, он не рассказал правды, чтобы, не дай бог, он, и другие журналисты, и блогеры, чтобы они, не дай бог, не вели агитацию за оппозицию и не вели контрагитацию против Единой России. Мы, сила, именно информационная, их план, это вести красивую кампанию, показать, какие они молодцы, какие они красавчики, что люди, типа, это все проглотят. Конечно, они сделают все, чтобы пришли пенсионеры. Они будут рассказывать о том, что Единая Россия это партия Путина, Путин нас любит, Путин нас поддерживает. Поэтому, если вы любите Путина, обязательно проголосуйте, за Единую Россию. Потом они будут рассказывать о том, что какой-нибудь хороший закон примут. Может быть, что-то с пенсиями, может быть, что-то с налогами, может быть, что-то с продуктами. Ну, какую-то кость народу они всегда смогут кинуть. Это просто непременно и обязательно. Возможно, они попытаются опять ввести карантин, потому что на карантине есть хорошая возможность сдержать население от протестов, от митингов и так далее. То есть, этого тоже власть очень боится. Если на какой-то митинг выходит 500 человек, то что думает остальной народ? О, оппозиция, это очень мало. Все все равно проголосуют за Путина. Повлиять на это невозможно. Нас слишком мало. Лучше сидеть дома, от нас ничего не зависит. На выборы я вообще не пойду. Нет, друзья, это так не работает. Если на выборах есть наблюдатели, если на выборах есть мощная агитационная компания, если есть нормальный, достойный кандидат, то все, на это все можно повлиять. И если на митинг выйдет, как у нас уже были примеры, полгода назад в Карабаново, Александровский район, Владимирская область, там хотели прямо рядом с городом построить огромный мусорный полигон и мусоросжигательный завод. Что произошло? 20% населения города, то есть, если бы 20% в Москве вышло, это было бы сколько? Это получается 3 миллиона человек. Трехмиллионного митинга в Москве никогда не было. Вот в Карабаново 20% населения вышло на митинг и все, просто все. Никакого полигона там не построено, мусоросжигательного завода там не построено. Если митинги массовые, это и пример для всей остальной страны, это и мощный удар по лицу власти, это конец всем их преступным планам. Здесь то же самое. Важно, как только разрешат законно проводить митинги, пикеты и все остальное, мы выходим, мы ведем агитационную кампанию, мы ведем контрагитационную кампанию против ядросов и все получится. Они этого уже реально боятся. Все, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. даже несмотря на то, что у них там электронное голосование, вот это вот вся мура. Смотрите, первое, на эти выборы обязательно оппозиция вся пойдет. И Навальный пойдет, который голосование против поправок игнорировал. Все, кто думали, мялись, что-то, все пойдут и будут участвовать, все будут агитировать. Наша масса, наша силу будет гораздо больше и гораздо существеннее. мы поймаем не десятки нарушений на выборных участках, мы поймаем тысячи нарушений. Поставить вопрос на уровне государства, на международном уровне о том, что эти выборы можно считать недействительными, это будет такой удар по их престижу, по их имиджу, что они не смогут на это пойти. Как только мы будем делать сотни разоблачающих материалов по вбросам, по фальсификациям, по подтасовкам, после этого пойдет команда сверху, я вам точно говорю, пойдет команда сверху прекратить подобного рода подтасовки, иначе, что называется, овчинка выделки не стоит, потому что, ну, что там эта оппозиция, ну, если будет два-три губернатора оппозиционных, это уже будет победа, и это правда, у нас сейчас во всей стране есть только несколько оппозиционных губернаторов, а если за одни выборы из 16 губернаторских кресел, например, три, а чем бог не шутит, что там и пять кресел перейдут к оппозиции к КПРФ справедливые или там вообще с самовыдвиженцем, то это будет совсем другая ситуация, поэтому с надеждой на лучшее, друзья, до новых встреч, пока!